Он должен сделать так, чтобы кухня работала, как хорошо смазанный механизм. Каждый сотрудник должен быть готов принять эстафетную палочку и передать ее другому. Мигель, два. Они мастера своего дела. Работают в одной команде. У них одна цель – принести вам прекрасно приготовленный бифштекс, горячий и вовремя. Они не сидят без дела. В центре наша звезда, наш шеф-повар. Стюарт на самом деле тут недавно. Он добытчик и немного бунтарь. Владельцы этой сети ресторанов наняли его, чтобы принести в этот семейный стейк-хаус новые идеи. Стюарт считает себя проказником. На его визитной карточке перечислено с десяток профессий – художник, продавец, любовник, шпион. В общем, понятно. Он считает, что шеф-повар должен быть всем этим понемногу, чтобы руководить успешным рестораном. На следующей неделе я буду готовить цыплят и ребрышки. Значит, мне понадобится примерно 250 килограммов курицы. Я прихожу на работу между семью и восьмью утра, и мой день начинается с проверки электронной почты от поставщиков. Этим я занимаюсь сразу, когда прихожу. А потом я иду на кухню. Дамы и господа, добро пожаловать на мою кухню. Мы проверяем продукты и холодильники, делаем все, что нужно перед началом дня, чтобы, если что, передать мои функции кому-то из персонала. Теперь Стюарту надо решить, какие продукты ему нужны. Он должен стать кем-то вроде ясновидящего, чтобы предугадать, сколько людей придет к нему обедать и что они будут есть. Он основывается на своих правилах. Приготовление начинается с оценки прошлых заказов и планирования объема новых. Мы знаем, что по средам мы продаем определенное количество стейков на ребрышках, филе лосося и риса, и подстроимся под эти объемы. Таким образом, мы минимизируем отходы и максимизируем эффективность. Практически в каждом городе есть стейк-хаус. Его легко найти. Неважно, где вы находитесь и на каком языке надпись. Что-то вам подсказывает, что это именно стейк-хаус. И это истинная правда. Спросим у этого парня, какой бифштекс ему нравится. Какой бифштекс? Приготовленный. Начав с самых низов, Стюарт теперь шеф-повар ресторана. На этой кухне он поработал на каждом месте, начав с мытья посуды. Затем он пошлет заказ поставщику. Закажешь слишком много мяса, пропадут и деньги, и продукты. Закажешь слишком мало? Представьте себе хаос. Немыслимо. Просто невероятно. Наш рассказ начинается здесь, на мясном складе. Ги Орфанос напрямую поставляет свежее мясо в рестораны по всему городу. Когда дело касается закупки мяса, обращайтесь к нему. Ги 20 лет водит собственный грузовик, и теперь у него с братом 18 таких грузовиков. Он гордится тем, что по заказу поставляет самое свежее мясо. Грузовик Ги – это вершина системы поставки продовольствия, чтобы мясо было в идеальном состоянии. У меня своя система охлаждения Thermo King SR, которая устанавливается на грузовике и не подключается к его двигателю. Для того, чтобы система охлаждения работала, двигатель включать не надо. Вам покажется, что это все, чтобы пустить пыль в глаза. Но дело не только в этом. Внутри этого грузовика – самая лучшая система контроля температуры. Значит, мясо будет быстрее разморожено и будет даже нагреваться, когда надо. Система включается, когда мясо будет загружено. Только не зимой, когда и так холодно, и можно сэкономить энергию. Это холодильник на колесах, но он не похож на тот, что стоит у вас дома. Я видел перемороженное мясо серое и пятна на мясе, залежавшемся в холодильнике, обычно рядом с дыркой в упаковке, или когда она просто плохая. Эта дырка становится отверстием, через которое молекулы воды мигрируют в самую холодную часть холодильника. И в результате у этой дырки мясо теряет влагу. Оно съедобно, только становится сухим и неаппетитным. Внутри грузовика коробки выглядят очень аккуратно. Добавьте ковер и картины, и у вас получится классная комнатка. Охлаждающая система поддерживает постоянную температуру плюс 2 градуса Цельсия. Это в три раза холоднее, чем в вашем домашнем холодильнике, но меньше, чем в морозильной камере. Это самая подходящая температура для доставки свежего мяса в стейк-хаусы. Доктор Фенстер объясняет, что такое замораживание. Не знаете, почему задняя стенка вашего холодильника горячая, когда внутри холодно? Компрессор на задней стенке сжимает газ, превращая его в жидкость. При этом процессе выделяется тепло, поэтому там горячо. Потом жидкость поступает в холодильник, где снова превращается в газ. Этот процесс идет с поглощением тепла. Тогда там остается только холод. Как в баллончике со спреем. Когда мы нажимаем на клапан, он снимает давление, и жидкость превращается в газ. Что получается? То же самое и внутри вашего холодильника. Прикоснитесь к стенке. Она стала холодной. Здорово. Ги сам чинит свой грузовик. Отношение ко всем машинам у него как к чистокровным лошадям. В обычный день я совершаю от 15 до 20 поставок мяса. Много физической нагрузки. И за спортзал платить не надо. Еженедельно Ги развозит 15 тысяч килограммов мяса по стейхаусам. Столько мяса тысячи канадцев съедает за год. Огромное количество. Перед выездом спросим, какой бифштекс любит Ги? Я люблю бифштекс с кровью. Мясо доставлено вовремя. Теперь заказом занимается главный мясник. Он прекрасно разбирается в мясе и в ножах. Он очень аккуратен. Не стоит спорить с человеком, в арсенале которого столько ножей. Пришла партия свежего мяса, и главный мясник стейхауса Питер Романчьери говорит «да». Оно готово для рубки, да? Еще нет. Еще один важный этап перед тем, как оно попадает под нож. На каждой коробке стоит дата. Надо, чтобы дата упаковки была не больше 4-6 недель. Иногда достаточно, чтобы мясо полежало от нескольких дней до двух недель. Это очень похоже на выдержку вина. Если мясо приготовить сразу, оно будет жестким и на вкус будет отдавать металлам. Но со временем естественные химикаты в мясе воздействуют на его волокна, размягчая их, делая мясо более нежным и вкусным. У нас здесь своя система. Как только мясо поступает, мы делаем запись в журнале, вносим туда даты его производства. Это обязательно нужно сделать, так как продукт быстро портящийся. Мясо упаковано в воздухонепроницаемую упаковку. Через 15-20 минут цвет этого мяса от темного станет ярко-красным. Когда мы снимаем упаковку, воздух попадает на мясо и делает его ярко-красным, как помидор. Через 15-20 минут его цвет станет именно таким. Теперь мясник готов к работе. Таких ножей нет на вашей кухне. Это специальные ножи мясника, за которыми он следит, как музыкант за своими инструментами. Точит их, смазывает маслом, чтобы они были острыми и не ржавели. Вот это нож для бифштекса. Им мы нарезаем бескостное мясо. Так что 8 часов в день он режет, режет и режет. Также у нас есть нож для отделения мяса от костей. Более мелкие ножи нужны для отделения мелких костей. Особые ножи нужны для телятины и баранины. Этот нож используется для резки курицы, а этот топорик для отбивания телятины. Некоторые любят, чтобы мясо было отбито. Таким образом мы разбиваем соединительные волокна. Это мясной крюк. Мы редко им пользуемся. Но иногда надо подцепить скользкий кусок мяса, тогда этот крюк помогает его подцепить. Еще у нас есть скребок для мяса. Он улучшает внешний вид куска мяса, потому что, когда его распиливаешь, на нем остается костный мозг. Этот скребок необходим, чтобы бифштекс выглядел более привлекательным. С ленточной пилой быстрее и проще распилить кости и твердые замороженные куски. Но в отличие от обычной пилы, это не ржавеет благодаря нержавеющей стали и герметичному чехлу. Так ее проще мыть. Откуда у мясника такие острые ножи? Познакомьтесь с семьей Бертольди. Джин и его семья серьезно относятся к точильному делу. Им приходится думать о конкуренции. Что отличает нас от других точильщиков? А то, что мы поставляем ножи бесплатно и деньги берем только за точку. Наш шофер забирает ножи на за точку и оставляет партию заточенных, потом мы их здесь точим. И на следующей неделе он забирает еще одну партию, отвозя готовые. Клиенты получают те же ножи, только уже заточенные. Дед Джин и Джин начал этот бизнес в 1929 году на севере Италии. Отец Джин и Джин продолжил традицию, переехав в Монреаль, где он купил свой первый грузовик. Теперь у Джин и его семьи 20 грузовиков, и его бизнес процветает. Когда мой дед в 1914 году купил лошадь, я помню, что его лошадь знала дорогу наизусть. Она знала, где живет первый клиент. Она ждала, пока мой дед точил ножи. Мой дед делал вот так. И лошадь сама шла к следующему клиенту и сама останавливалась. Это самая крупная точильная фирма в городе, в ней 20 сотрудников. Наша методика точения ножей включает четыре этапа. Сначала надо сделать нож тоньше. Таким образом снимается металл с обеих сторон. Теперь, когда с обеих сторон металл снят, мы прислоняем кончик к большому точильному колесу. Вода и тайные средства помогают процессу заточки. Нож почти готов. Осталось для красоты отполировать лезвие. Теперь перейдем к последнему этапу. Он завершен. Нож можно возвращать клиенту. Специальные коробки с отверстиями для хранения ножей предохраняют от ржавчины. Для каждого клиента своя коробка. Каждый водитель делает 50 поездок за день. Когда по всему городу 6 тысяч клиентов, приходится преодолевать большие расстояния. Семья Бертольди гордится тем, что предоставляет индивидуальный сервис. Патрик знает ножи как свои пять пальцев и обращается с ними с огромной любовью. В его руках старые ножи становятся новыми и сверкающими. В этом их преимущество перед другими фирмами. Таким образом, выше качество затачивания. Для этого нам нужны хорошие точильные машины. Мы не просто затачиваем его на обычном точильном камне. Это большая машина. Только так работу можно выполнить качественно. Вот что это такое. Качество работы Питера зависит от остроты ножей. Он видел коров с обеих сторон. Посмотрите настоящую корову. Найдите участок примерно на середине ее задней части. Куски из верхней части туши самые вкусные. Возьмем говяжий бок, который делится на заднюю и переднюю части. Эти части делятся на первичные куски, которые мясник получает от упаковщика. Именно из них потом получаются вкусные стейки и жаркое. Это спинная часть. А это вырезка, из которой получается стейк на косточке. Блюдо Стрип Нью-Йорк. Оковалок и филе миньон. Потом реберная часть, из которой получаются жареные ребрышки, стейки на косточке и ребра спинной части. Из лопаточной части делают жаркое в горшочке и стейке. Грудина и пашина тоже идут на ребрышки и грудинку, которую кладут в сэндвич с копченым мясом. И, наконец, из бедренной части делают простые стейки и стейки из вырезки. Ах да, гамбургер. Его делают из пашины, тонкого края и покромки. Работая, не покладая рук, бригада мясников вовремя делает стейки для отправки на кухню. Знаете, что существует 300 видов разрезания мяса и более тысячи наименований для этого? Почему в ресторанных бифштексах есть что-то, чего нельзя добиться дома? Потому что производится только 2% мяса наивысшего качества, и именно оно попадает в рестораны и на полки магазинов для гурманов. Как определить первосортность мяса? Это процент содержания жира в туши. Содержание жира – это ключ вкусному стейку, как нам объяснил Питер. Мраморность мяса – это пластинки жира, пронизывающие мясо. Когда мясо готовится, этот жир растапливается и пропитывает мясо, придавая ему нежность. Один популярный стейк называется «Портерхаус». Он получил свое название от дорожной станции, на которой в 19 веке останавливались кареты, и путники могли перекусить. Однажды владелец одной из таких станций подал на стол бифштекс, который назвал «Портерхаус». И название прижилось. Мясная лавка Питера открыта для всех желающих. Там можно выбрать прекрасное мясо для приготовления дома. Отлично идет на барбекю. Люди приходят, выбирают мясо, просят совета, как приготовить то или это. Они дают нам предполагаемое меню, мы им помогаем. Здесь же они могут купить кусок мяса и сказать, что они хотят из него сделать. Как его порезать тонко или толсто, как его упаковать. В действие вступает машина вакуумной упаковки. Она упаковывает мясо и защищает его слоем пластиковой пленки. Вы принесли записку с кухни? Что хочет шеф-повар? Питер узнает, что Стюарту нужно больше мяса, чем он рассчитывал на сегодня. Надо срочно доставить на кухню свежие стейки. Итак, Стюарт и Питер достают провизию из холодильника. Будем надеяться, что они успеют вовремя. Шеф-повар Стюарт несет мясо на кухню. Хотя это не его работа, он не боится замарать руки. В конце концов, это его кухня. Успех или поражение зависят от него. Питер скажет нам, какой бифштекс он предпочитает? Мне неприятно, когда я вижу, как люди едят бифштекс, приходят сюда, покупают стейки. Они платят за стейк, но им не нравится вид крови. Стейки нарезаны, машины вычищены и налажены. Гарнир приготовлен, и начинают поступать заказы. Именно тогда шеф-повар Стюарт, как настоящий маэстро, выходит на сцену. Мы начинаем с приготовления стола, где повара Стюарта раскладывают приборы. Рядом с ним гигантская суповая кастрюля. Николас Пали, мастер гриля. Это Ник, главный из поваров Стюарта. Он может жарить на гриле сотни стейков, цыплят и рыбу, и в то же время жарить мясо. Он должен все поджарить так, как заказывали. И Стюарт пристально за этим следит. Ближе к выходу из кухни – цех холодных закусок, где делают салаты. Здесь же холодильники для готовых салатов. В дальней части кухни находится посудомоечный цех. Гриль саламандра или просто саламандра – самое горячее место на кухне. Когда много заказов, Ник один управляется с тремя решетками, на каждой из которых по 45 стейков. Вот это гриль для жарки. Он разогревается сверху. Потом нагревается металл внизу, и жар поступает со всех сторон. Здесь работает система жарочного шкафа. Когда жар поступает сверху, тогда бифштексы зажариваются как надо и очень быстро. Так жарят нежные стейки и отбивные, которые быстро приготовляются. Но как Нику удается жарить прекрасные бифштексы для сотни клиентов одновременно? Это все многолетняя практика. Я просто это знаю инстинктивно. Я кладу его на одну сторону, оставляю на время, через пару минут переворачиваю. Оно прекрасно выглядит. Готово к выносу. А какой бифштекс предпочитает Ник? Я люблю стейк средней прожаренности. Перед стейк-хаусом дальше по дороге нет пластиковых коров. В меню есть бифштекс, но обойдется он вам в 50 долларов, и это без вина. Почему так дорого? Потому что здесь соблюдаются старые технологии выдерживания мяса, и жарят его только на углях. В этом дорогом стейк-хаусе царит Стефано Хинопорос, опытный шеф-повар, который жарит мясо с видом гроссмейстера. Перед тем, как класть на него мясо, гриль смазывается маслом. Мясо жарится на кленовых углях ради особого вкуса. Ароматы угля придают стейку совершенно новый вкус. Поверите ли вы, что угольные брикеты и машина марки Форте имели много общего? В 1921 году Орин Стаффорд нашел применение тоннам древесных опилок, скопившихся во дворе завода Форда. Он превратил их в уголь, измельчил и сделал из них брикеты. Этим изобретением пользуются до сих пор. Этот гриль похож на ваш домашний барбекю, но это не совсем так. Чтобы работать здесь, нужен диплом, не говоря уже о способностях жонглера. Представьте себе, что проходит до полугода, прежде чем такого повара подпустят к грилю. Но они очень хорошо зарабатывают. Квалифицированный повар зарабатывает до 50 тысяч долларов в год. Поэтому блюда в этом ресторане так дороги. Так что же такого особенного в этих мастерах гриля? Они часто позволяют своим женам и подружкам помогать им в работе. Но они никогда не разделят свое рабочее место с другим мужчиной. Способ жарки мяса – не единственная разница между дорогим рестораном и обычным рестораном Стюарта. Дело в том, что в дорогом ресторане мясо выдерживается старинным способом. Оно лежит в специальной комнате с контролируемой температурой. Иногда мясо выдерживается и в мешке, но это сложная процедура, так что не делайте этого дома. Мясо можно выдерживать от 3 до 4 недель, а можно увеличить этот срок до 45 дней. Ничего страшного, мы все время его проверяем. Здесь очень сухо, и это самое главное. Потому что стоит немного повысить влажность, и на мясе осядет влага, бактерии начнут размножаться. Мясо, выдержанное сухим способом, сильно отличается по вкусу от мяса обычной выдержки. Интересно, какой бифштекс предпочитает Стефано? Господи. Я люблю стейк средней прожаренности. Вернемся обратно в стейк-хаус. Стюарт говорит о разнице приготовления на углях и на газе. Приготовление стейка на углях и на газе – совершенно разные вещи. Во-первых, надо постоянно поддерживать огонь. Надо, чтобы огонь был постоянной температуры, подходящей для жарки стейка. Через 7 конфорок и 7 жарочных шкафов у нас за вечер проходят тысячи стейков. А на углях готовить очень непрактично. Гриль – не единственный способ приготовления мяса в стейк-хаусах. На жарку ребрышек уходит много времени. Если поторопиться, они высохнут. Для этой работы предназначены 4 духовки «Альта Шаам». Это настоящая машина для жарки. В ней циркулирует горячий воздух. Нагревательный элемент находится со всех сторон духовой камеры. Здесь используется принцип галлонагрева. В «Альта Шаам» мы готовим розбив. Мы ставим его утром часа на 4-5 при температуре 250 градусов, и оно медленно жарится. При этом мясо прожаривается равномерно. Духовка у вас дома готовит мясо по такому же принципу. Это так называемое медленное приготовление. Чтобы мясо было сочным, его жарят при более низкой температуре, почти на 100 градусов ниже, чем в вашей домашней духовке. Доктор Лассри объясняет. Нет ничего вкуснее хорошего, сочного, прожаренного бифштекса. Жаркое мясо на самом деле – передача тепла. Есть три способа передачи тепла от источника, духовки, объекту, стейку. Проводимость – это нагревание при непосредственном контакте. Когда молекулы гриля разогреваются, они начинают быстро вибрировать и сталкиваются с молекулами стейка. Тогда стейк начинает жариться. При конвекции тепло передается через жидкость в воздухе камеры. Молекулы горячего воздуха сталкиваются с водой, заставляя молекулы вибрировать быстрее. Излучение это тепло, переданное отдаленным источникам. Например, лучи солнца, нагревающие Землю, или световые волны от этой лампочки, вращающие металлические лопасти. Великолепно, не так ли? Бригада поваров на кухне стейк-хауса интенсивно работает. Постоянно поступают новые заказы, стейки падают на гриль, и у Стюарта еще много провизии. За один вечер в субботу мы приготовляем от полутора до двух тысяч блюд. Банкетная зона внизу вмещает до 400 человек. Здесь наверху 1100 мест. Можно добавить еще стулья. Так что считайте сами. Несомненно, звездой этого шоу является бифштекс. Но кроме него, кому-то надо исполнять и второстепенные роли. Хотите жареного картофеля? Конечно. Мясо с картофелем – классический дуэт. Все гораздо вкуснее, если как следует поджарить. А вот и фритюрница. Ни один стейк-хаус не сможет работать без нее. Фритюрницы в нашем ресторане «Бифтек» работают на рапсовом масле. На газе мы разогреваем его до 360 градусов. Для приготовления жареного картофеля мы берем картофель из штатов Айдаха и Вашингтон. Мы жарим его 3-4 минуты до золотистого цвета и сразу же подаем на стол, пока корочка еще хрустящая. Растительное масло из ресторанов становится популярным альтернативным топливом для автомобилей. Примерно 5000 машин в Европе было переделано под биотопливо. Некоторые автомеханики переделывают машины и в Северной Америке, потому что растительное масло горит чище газа и дизельного топлива. Таким образом, возможно, удастся избежать растущих цен на бензин. Только для этого двигатель Вашего автомобиля надо оснастить дополнительным устройством. Использованное растительное масло так полезно для машин и неприемлемо в стейкхаусах. Большую опасность представляют и раскаленные грили. Но на помощь снова приходит современная технология. Кухни оснащены эффективной системой пожаротушения. Отправимся туда, где каждый день устраивают пожары. Здесь, в индустриальном районе Маринетта, штат Висконсин, Дэвид Пелтон испытывает современную систему пожаротушения. Здесь, в Маринетте, штат Висконсин, у нас все предназначено для испытаний. У нас есть специальное здание, где мы испытываем системы пожаротушения для ресторанов. Мы, любя, называем это здание «тошниловкой». В систему пожаротушения ресторанов входит несколько компонентов. Если пожар начнется на кухне, открытый огонь нагревает узел, связанный с проводящей системой, и эта система начинает работать. В «Тошниловке» идет эксперимент. Растительное масло нагрета до 360 градусов и самопроизвольно воспламеняется. Такое может случиться на кухне. Не заливайте его водой. Огонь от этого распространится еще больше. Одна надежда исключить доступ к кислороду. Это было здорово. Посмотрим еще раз в замедленной съемке. Это спасает жизни людей, правда, после этого на кухне невозможно работать. Последняя новинка в этом деле называется PRX. В ней используется не только жидкое средство пожаротушения, но и после его первичного применения это место поливается водой. Но самое главное здесь – не просто быстро подавить огонь, но и охладить горячие поверхности, при этом создав одеяло для пожаротушения на поверхности горячего масла во фритюрнице. Какой стейк предпочитает Дэвид? Средний прожаренный. В Индии вам вряд ли удастся поесть бифштекс. В этой стране не едят говядину. В соответствии с канонами индуизма, корова – священное животное. Коровы даже защищены Конституцией. Если учесть пожелания всех, в меню должен быть не один бифштекс. Эта кухня похожа на обычную кухню, только выход продукции должен быть очень быстрым и в соответствии с заказом. В стейкхаусах должны быть специальные приспособления, чтобы готовить пищу в больших количествах. Это нагреватель для картофеля, машина для молока, а это большая микроволновая печь на 2000 ватт. Прекрасная машина. Настоящий монстр. Обожаю ее. Знаете ли вы, что энергия в вашей микроволновке та же, что используется в радио и телевещании? Если по дороге на работу вы проезжали мимо телестудии, вы, вероятно, были облучены энергией, во много раз превышающей мощность домашних микроволновок. Это духовой шкаф для тушения овощей, картофеля, морепродуктов, для всего, что может быть потушено. А это наши грили. Нагрев происходит сверху. В них четыре элемента по 20 тысяч теплоединиц. Так что здесь у нас 80 тысяч теплоединиц, что равно четырем обычным устройствам для барбекю. В гигантской кастрюле вполне может спрятаться человек. Ее можно поднять только вчетвером, и супа в нее наливают всегда не больше половины. Кастрюля вмещает в себя 400 литров и нагревается системой труб в стенах, по которым циркулирует горячий пар. Во сколько обойдется устройство такой кухни в вашем доме? Каждый из жарочных шкафов стоит 10 тысяч долларов, а у нас их 8. Так что их общая стоимость 80 тысяч. Холодильники стоят от 5 до 10 тысяч каждый. Шкаф для тушения стоит от 8 до 10. 3 тысячи фритюрниц, а у нас их 7. Еще одна внизу. Если все сложить, получается 1 миллион 200, 1 миллион 300 долларов. Готовить пищу для переполненного ресторана очень тяжело. Людям приходится ждать, чтобы сделать заказ, а ждать любят не все. Сколько можно выпить до того, как принесут заказанное блюдо? Поэтому хлеб в ресторане приносят бесплатно. Некоторые боятся налегать на хлеб, чтобы оставить место для стейка. Но наука доказала, что хлеб утоляет голод, не насыщая желудок. Так что, когда пищу приносят, вы будете в хорошем настроении. Для стейхауса это недорого, а клиент доволен. На кухне дым коромыслом. Бригада поваров выполняет заказы, и стейхаус становится больше похожим на коптилью. Там, где что-то жарится, обязательно есть дым. И на кухне мало, просто открыть окно. Как Стюарт проветривает помещение, чтобы в воздухе не собирался чат. Вентиляционная система Biftec работает от двигателя мощностью 12 лошадиных сил, который расположен на крыше. Он высасывает несколько сот кубометров воздуха в минуту. В воздухе есть и газы, и двуокись углерода, и жир. Все это вентиляция и выбрасывается наружу. На крыше находится система фильтров, которые очищают воздух. Думаю, что поступающий на улицу воздух чище обычного, городского. Без вентиляционной системы через несколько минут кухня заполнилась бы дымом. В ней было бы невыносимо жарко. Не говоря уже о проникновении дыма в зал. В дорогих стейк-хаусах все гораздо серьезнее. Грили на углях испускают очень много дыма, а этот находится в середине зала. Поэтому вентиляция здесь должна быть вдвое мощнее, чем в обычном стейк-хаусе. Вытяжка над грилем соединена с вентилятором на крыше шириной около 7,5 метров. Он почти размером с комнату. За час он 20 раз меняет воздух. Как это работает? Ответ мы найдем в Сколфилде, штат Висконсин, где находится компания по производству вентиляционных систем. Мы занимаемся вентиляцией зданий. Роберт Ютек, главный создатель вентиляционных систем для стейк-хаусов. Если задуматься о вентиляционной системе для кухни, существует четыре основных элемента. Первый элемент – это вытяжка, захватывающая грязный воздух. Объем воздуха высчитывается в кубических футах в минуту. Один кубический фут в минуту – это объем размером с баскетбольный мяч. Если мы всасываем 3000 кубических футов воздуха из ресторана, нам надо вернуть этот объем воздуха обратно через устройство, забирающее воздух снаружи. Мы на крыше. Это крыша обычного ресторана, где находится выброс и забор воздуха. Через воздухозаборник воздух поступает в ресторан, а вытяжка выбрасывает воздух из здания. Дальше у нас есть система фильтров, так как поступающий воздух должен быть очищен. Вот фильтры. А еще здесь есть защитный кожух и экран от птиц и насекомых. Такая система есть на крыше каждого типичного ресторана. Посмотрим ближе, как работает вытяжка. Первое. Воздух уходит в вытяжку, как вода в выпускную трубу в ванной. Второе. Если вода поступает быстрее, чем может уйти, происходит переполнение. То же самое происходит и с жирными парами стейхауса. Третье. Если вентилятор слишком мощный, он будет всасывать слишком много воздуха, даже хорошего, при этом впустую, растрачивая энергию. И четвертое. Хорошо налаженный он будет поглощать только грязный воздух, оставляя чистый. В экспериментальной кухне Гринека Боб лично показывает нам разницу между плохой и хорошей вентиляционной системами. Брюс пройдет мимо вас. Если вы пойдете за ним, вы увидите, что дым тоже движется за ним. Когда Брюс возвращается, повторяется то же самое. Такое бывает при плохой вентиляции. Тогда все запахи кухни распространятся по всему ресторану. И в зале вы их тоже почувствуете. В вентиляционных системах используется отрицательное давление. Вот каким образом. Вытяжки. Пылесосы работают благодаря отрицательному давлению. Что это такое? Давление – это сила, которая давит на поверхность. А отрицательное давление – это термин, используемый для описания силы, действующий в обратную сторону. Если разогреть содержимое этой бутылки, частицы воздуха получат энергию и разойдутся дальше друг от друга. Некоторые даже выйдут за пределы бутылки. Когда воздух горячий, его в бутылке становится меньше. Если я закрою отверстие яйцом, температура внутри бутылки снижается, давление тоже. И яйцо всасывается внутрь. Не ожидали? На большом заводе все тоже не так, как вы себе представляли. Эти вентиляторы сделаны на заказ. Для их изготовления нужны современные технологии. Лазер, режущий листовой металл для лопасти вентилятора, стоит полтора миллиона долларов. Он управляется компьютером и никогда не устает резать по одному и тому же шаблону. Каждый вентилятор создан в соответствии с требованиями каждой кухни. Боб и Брюс, скажите, какой бифштекс вы предпочитаете? Я люблю среднепрожаренный. Чем больше крови, тем лучше. Хороший ветеринар всегда сможет после этого поставить корову на ноги. Вы знаете, что коровы вредят озоновому слою земли? Они ничем не лучше машин и фабрик. Ежегодно коровы выделяют 100 миллионов тонн парникового газа в день. Как они это делают? Пуская газы. Именно так. Если бы можно было улавливать газы, производимые 10 коровами, можно было бы круглогодично отапливать небольшой дом. В стейхаусе наступает самое горячее время. Прав ли был Стюарт, или ему придется искать средства на еще одну партию продуктов? Каково тайное оружие его дипломатии в зале? Мясо выдержано, нарезано, приготовлено, гарнир есть. Кухня бурлит. Можно подумать, что все позади. Но зал переполнен. Посмотрим, как с этим справятся повара. Наша политика такова, что повар не приносит еду клиентам сам. Повара должны относиться к официантам так, как будто это они, наши гости. Легко забыть, что официанты необходимы в слаженной работе стейхауса. Придя на работу, Стюарт увеличил количество официантов. Потому что в ресторане Стюарта сервис – это все. Джон Виндитти – главный официант стейхауса. Он – лицо его команды и старается сделать так, чтобы клиент остался доволен. Его задача – сделать все так, чтобы клиенты возвращались в ресторан снова и снова. Моя философия – понять, чего хочет гость нашего ресторана. Мы называем их гостями, а не клиентами, потому что владелец ресторана приобрел его с целью превратить во второй дом. У нас здесь прекрасно отлаженная система. Зал для курящих, для некурящих, для некурящих. Все для гостей. Добрый день, господа. Добро пожаловать. Меня зовут Джон. Я сегодня обслуживаю ваш столик. Получив заказ, Джон идет к компьютеру. Это гамма, программа, благодаря которой можно не бегать на кухню и в бар. Предположим, первый клиент хочет большой стейк на косточке. Я так и пишу. Мне не нужно бегать на кухню и напоминать им, что клиент заказал большой стейк на косточке. Мне надо только отправить заказ. На кухне его получат и сделают все, что нужно. Повар, оформляющий блюда. После того, как мясо положено на тарелку, он готовит каждое блюдо и выставляет его для официанта. Официант, убирающий со стола, экономит время. Он или она уносит стаканы, приборы и тарелки и кладет их на полки, которые потом отправятся в посудомоечную машину. И, наконец, посудомоечная машина. Человек управляет машиной, очень похожей на мойку автомобилей. За минуту она обрабатывает две загрузки и за вечер четыре раза перемывает все тарелки ресторана. Какая мощь! Обед подан. Мясо наконец-то принесли. Приготовлено отменно. Кто бы мог догадаться, сколько надо сделать, чтобы приготовить это блюдо. Люди думают, что чаевые нужны, чтобы их быстро обслужили. На самом деле, на уголовном жаргоне это значит то, что вы даете вдобавок. В данном случае это показатель вашей благодарности за хорошее обслуживание. Джон выписал счет. Какой стейк любит Джон? С кровью. Но работа не заканчивается. Приходят новые клиенты. Простите, гости. А после закрытия – уборка. Маэстро проверяет, все ли готово для нового дня. Завтра у команды стейхауса все повторится снова. Водитель Ги вовремя привез продукты. Питер разделал туши. Ник поджарил на гриле мясо и сделал еще кучу дел. Вам понравится результат их работы. Стюарт отработал целый день. Ему пора отдохнуть. Может, сейчас он скажет, какой бифштекс он предпочитает. Какой стейк я люблю? Какая разница? А вы какой? Вот что это такое. Фильм озвучен компанией «Арт-Медиагрупп» по заказу телеканала «24техно». Автор русского текста – Лариса Татарникова. Режиссер – Ирина Стекольникова. Текст читал – Виталий Петров. Текст читал – Виталий Петров. Текст читал – Виталий Петров.